Добрый день! Мельница или виндневый куб это очередной шейп-мод простого кубика 3х3. Крестовина точно такая же, собирается очень похоже на обычную трешку. По внешнему виду можно подумать, что это практически фишер-куб, но разница есть. Если у фишер-куба ребра строго смотрит по углам, а углы строго по центру находятся на месте ребер, то здесь все немного смещено. В связи с этим есть некоторые особенности в сборке, о которых я сейчас и расскажу. Перед сборкой внимательно посмотрите на свою головоломку. Если расцветка такая же, как у меня, то вот эти пары должны находиться слева от центра своего цвета. То есть оранжевая пара слева от своего центра, голубая пара тоже слева, розовая или красная и зеленая также. Формула куба позволяет их расположить справа, но в этом случае сверху у вас элементы не соберутся. Ну а теперь давайте поподробнее. Этапы сборки есть такие же, как на кубике 3х3, поэтому для начала соберем крест. Начнем давайте с белого. Видим красное ребро в зеленое ребро. Ставим зеленое, слева от него красное. Дальше. Здесь синее, напротив зеленого. Ну и оранжевое на свое место. Располагаем ребра под своими центрами. И вроде бы как крест должен быть готов, но центр здесь имеет свою ориентацию и ее нужно установить в правильном положении. Для того, чтобы развернуть центры, мы просто поднимаем ребро наверх, отводим ребро в сторонку, разворачиваем центр в нужное положение и возвращаем. После чего опускаем уз креста вниз. Теперь все ровно. Делаем так же с остальными. Поднимаем вверх. Отводим в сторонку. Располагаем центр в правильном положении. Возвращаем. Опускаем. Красный. Отводим. Разворачиваем. Ставим. Опускаем. Ну и голубой. И вот теперь крест правильный. Далее. Собираем первые два слоя. Я покажу методом для начинающих и при помощи F2L два раза. Ну для начала. Мы видим голубой уголок. Он направлен вверх. Должен стоять он слева от своего центра. То есть, вот над этим местом мы его устанавливаем. Делаем три пиф-пафа. Вот он установится на свое место. Ищем остальные. Но они все почему-то внизу оказались. Достаем первый попавшийся при помощи пиф-пафа. Зеленый. Располагаем над своим местом. Белый цвет смотрит вправо. Делаем пиф-пафа. Появился розовый. Делаем три пиф-пафа. Ну и оранжевый. Располагаем слева от своего центра. Не три пиф-пафа. То есть все как кубики три на три. Дальше. Ребра. Ребра здесь не симметричные, как у фишер-кубика. Поэтому здесь есть некоторые особенности. Если ребро расположено горизонтально, вот как эта голубенькая, розовая, вертикально расположена, то его нужно ставить не над своим центром, а над соседним. То есть его место здесь мы можем либо отсюда ребро поставить сюда, либо отсюда сюда. Так вот, если ребро горизонтально, его нужно ставить на соседний центр, не на свой цвет. И делаем стандартный алгоритм. Отводим в сторону, поднимаем, возвращаем, возвращаем. Видим, красивая пара получается. Устанавливаем ее на место. К примеру, оранжевое ребро, оно вертикальное, поэтому можем расположить над оранжевым центром и установить на свое место. Если сделать не так, то оно будет стоять криво. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, розовое ребро. Я в горизонтальном положении расположу над своим центром. Отводим, поднимаем, возвращаем, возвращаем. И видим, пара получилась неправильная. Нам такого не надо. Отменяем наше движение и располагаем над соседним центром. Отсюда выгоняем. Так, ну и осталось у нас зеленое ребро, которое стоит на своем месте, но неверно. Ну, вместо для начинающих, я показывал в кубике 3х3, можно вот это ребро поставить сюда и потом это расположить правильно. Вот так и поступим. Так, видим, зеленое поднялось, оно расположено горизонтально, значит, ставим не над зеленым центром, а над розовым. Первые два слоя собраны. Сейчас я опять перемешаю, покажу при помощи F2L. Крест собран. Собран правильно. Начинаем собирать F2L. Видим зеленую пару. Замечаем, что и угол, и ребро расположены одинаково, то есть вертикально. То есть это получается пара одноцветная. На кубике 3х3 это аналогично вот этой зелено-оранжевой паре. То есть сверху зеленые цвета и решать будем ее таким образом. Напускаем угол, подводим к нему ребро, возвращаем угол. Вот получилась пара, располагаемая слева от своего центра. Ну, видим, розовая пара сама собралась. Вот, к примеру, что-то вот такое у нас, допустим, было. Разбиваем и получаем опять. Это вертикально, это вертикально. Ну, такое мы уже делали, поэтому давайте посмотрим лучше на голубую пару. У нас угол горизонтально, ребро вертикально, то есть по-разному. На кубике 3х3 это равносильно трехходовке. Оранжевый цвет, зеленый цвет. Соответственно, приведем эту ситуацию к трехходовке, придвинув ребро. Вот теперь все правильно стоит. И устанавливаем пару на место. У нас слева от голубого центра. К примеру, вот так. То есть мы видим, что уголок смотрит вверх. А значит, это один из классических случаев F2L. Но проблема в том, что мы не знаем, как правильно расположено вот это ребро. Но суть в том, что если ребро расположено вертикально, то его нужно наклонять от себя. Тогда при подведении угла у нас пара соберется. Если бы мы наклоняли это ребро на себя, то пара бы не собиралась. Если бы это ребро располагалось горизонтально, было бы все наоборот. У нас вертикально. Наклоняем от себя. Собираем пару и ставим ее на место. Дальше. Как в Фишер Кубике, здесь нет псевдо паритетов. И поэтому жить легче. Ну, соберем в два этапа. ОЛЛ, поскольку у нас здесь была полка. Далее видим глаза. Ну, я покажу, как в методе для начинающих. Можно расположить желтую грань слева. И вот этот уголок в таком положении. Желтый цвет смотрит назад. Значит, два пиф-пафа. Один. Второй. Подворачиваем следующий угол. Желтый цвет направлен вверх. Значит, четыре. Желтая грань собралась. Можно, конечно, было сделать ОЛЛ. Это кто что умеет. Далее. Остается ПИЛЛ. Его здесь лучше делать в два этапа. Поскольку некоторые алгоритмы разворачивают центры. А это нам не нужно. В методе для начинающих мы смотрели, чтобы два ребра располагались на своих местах. То есть вот ребро на месте. Это нет. Это нет. Это нет. Поворачиваем. Розовое на месте и голубое на месте. Располагаем одно сзади, другое слева. Делаем алгоритм, переставляющий ребра. То есть обычную семерку. Смотрим. Все ребра по местам. Осталось нам собрать углы. Смотрим. Вот этот угол располагается на месте. Берем к себе желтой гранью. И выполняем стандартный алгоритм. Все. Кубик собран. Достаточно простая головоломка. Но я на всякий случай покажу еще сборку с объяснениями. Допустим, вот так у нас перемешан кубик. Находим белый центр. Зеленое ребро уже стоит. Напротив неба поставим... Ну, перед ним, наверное, давайте сразу поставим красное. Так, чтобы напротив появилось синее. Синее, красное, зеленое. И вот оранжевое. Ребра стоят правильно. Совмещаем подсылаемыми центрами. Так, так. Но остается центры развернуть. Поднимаем, отводим, поворачиваем, возвращаем. Ставим на место. Зеленый есть. То же самое проделаем и с красным. Синий. И оранжевый. Так, крест собран. И собран правильно. Центра все стоят хорошо. Далее собираем F2L. Ну, видим здесь вот такую зеленую пару. Разобьем. Видим оба элемента горизонтальные. Это одноцветная пара. Ставим ее слева от своего центра. Зеленый центр. Слева ставим эту зеленую пару. Далее видим розовую пару. Розовое ребро расположено горизонтально. Значит, наклонять ее нужно на себя. Ну, в любом случае, мы видим, как совмещаются вот эти элементы. Если что, можно поменять. Ну, и располагаем слева от розового центра. Зеленая пара собралась сама. Ставим слева от зеленого центра. Ну, и остается у нас оранжевая. Разбиваем. Видимо, оба горизонтальные. Получаем пару. Ставим на свое место. Так, я случайно достал синюю. Починим. Так, здесь видим OLL галстук. Ну, либо в два этапа делаем по методу для начинающих. Ребра сами встали по местам. Значит, остается нам только расставить углы. Видимо, зеленый угол стоит на месте. Ну, и это обратный треугольный углов. Вот и все. Это достаточно простая головоломка. Если немножко подумать, то можно разобраться самостоятельно. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok